привет привет мои хорошие рада вас приветствовать всем привет мы с вами без начинами но без следа сегодня след не делали еще сейчас планирую приехать домой надо будет вам не попросили видео записать править тоже вот что посмотрели дали рекомендации вот я короче с работы первым делом сразу поехал в ленту за вот таким крахмалом короче по кружным он меня вчера закончился я красил и он у меня закончился думаю блин ну знаете сейчас ехать домой там что-то потом короче собраться запустить машину доехать думал от она загоняющий сразу вот ездил купил все вот поедем домой сейчас с амидой знают на артем просить чтобы он помог снимать на нас с амидой вот поглядим ладно будем собирать сюда поедем потихонечку собираться на чем пристегнуть ремень безопасности запустить машину поехать почему все поехали у нас завтра назад как у нас сегодня яичница яичница с хлебом с сиськами и помидорками и покупила помидоры да такие краснющие сейчас вам покажу моя семья завтракает так вот тут выглядит и вот такие как и красные красные помидоры но не знаю какие на вкус на попробовать попробуй сразу скажи чем кушать надюша где она уже поела ну как похоже на помидоры похоже да что серьезно вкус помидоров есть есть нет они очень острые попробуй 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 дочь вот не поперченный есть на он не острый дочь попробуй попробуй приятный на вкус дочь перец как приправка он не острый перец как я люблю таким знаете заниматься вот так вот есть для меня вот яичница так люблю чтобы можно было помакать . кайф у меня свой с детства такой рома приехал ездили мы кухню купили дедушки совита мы сейчас приехал разгружается так вот потихоньку я так и не поняла вроде как он два раза будет ехать двумя ходками полки не стал разбирать так привез сейчас мы ходили же рома загружал кухни зашла посмотрела не грязно конечно начать отмывать его губу вытяжка такая вообще грязная сильно грязная вытяжка и мы сейчас я бы пойдем войдем магазин шизняный магазин взяла бананы потом кукурузные палочки сейчас посмотрим папа ска купить детям этот мороженое от меня я вам хорошо куплю детям мороженое от тебя ну наверно крупный я приду с ромой гречка закончилась с рома приду потому что это стать тяжело мне сейчас будет гречка вообще уходит в рау у меня он так уже телега много брать не буду ничего рома еще в ночную пена у меня каждый день виднелый парень совсем не вижу тяжелая работа делать легко сейчас чудо ничего легко не бывает дать я как ты считаешь он у нас и палочки до бананов набрала и сейчас до мороженого дойдем да и все на этом тут у них что-то новое смотрите коллекции кастрюльки ну зачем ты голубой стиль опять же вот и какие готовить наборы кокотниц батюшки даже не знаю что такое и такая посмотрела это запил я ну вот такой ничем прям плотная плотная как-то даже неплохо свеконовые вон лопаточки нет еще тут металлическая дегидратор не 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 мы не будем пользоваться этим треки дегидратором у меня платим пропит как бы на там замечательно все почищу тут тоже до стекляненькие такие все нежных цветов но не что-то со сколами мороженому сейчас я сначала годовая возьмем мороженое а потом вы куда мороженое потом давай пойдем уже назад кассе и возьмем мне кажется ромай надо черт это я черт со своей спиной там не вообще ничего нельзя поднимать благородный дуэт сыр бельбиевский мне нравится просто этот какой-то благородный дуэт но не знаю взять его попробовать такой какой-то благородный дуэт за 160 рублей он 160 рублей вот красном и белом что мне кажется по 139 можно взять так не буду возьмем красном белом сайту красный белый зайду так это есть сосиски еще рома купил надо будет тесто сделал я думаю своем сначала говорит давай возьмем этот чтобы сосиски сделать слой на так живой в прошлый раз и кого потом думаю да ладно сама сделала тесто здесь есть тесто пирожковое слушать такое тесто пирожковое вот это мне нравится ряженка яблоком и корицей вкусно но самое что интересно у нас ряженка только я 1 любит больше никто не любит если нет нет куплю побалусь а так дети не такое не йогурт и с удовольствием а вот ряженка как-то она не заходит ряженка только я любите еще знаете все никак не могу найти эту сетку но как чай знаете процежет такой еще это здесь есть мне кажется будет не очень удобная вот такая не знаю я с ручкой хочу длинный вот стеклянные кружки но тоже как-то 200 рублей мне нравится чтобы на цветной поэтому с кружками на буду поискать что-то пойдем я пойдем хватать мороженое погнали у нас нам это бы дотащить дианочка мне помогает я давай это у нас бананы мороженое но все равно тяжеловатый пакет эти палочки то чё не это все лидуся просит как купить ими самокат она что найти купить и самокат чтобы кататься она могла просит как пожалуй строить и самокат ну что-то такое вот интересно да самокат поискать надо подачу тут может детский мир заехать нам посмотреть но мы сейчас вчера разговаривали вот этот проход здесь всегда так холодно здесь ветер вечно и вот этот квартира над ним находится я война на полы все холодные будут в этих комнатах наверно холоднее на первом этаже ну все ученые мы все взяли и сейчас пойдем домой ну что я думала тоже планы думал у меня есть тем самым иначе не просто ввене не учатся сужены с ним перед кричку взять как по мелочи посмотрите здесь вот так все может с Артёмом туда съездим самокат посмотрим уж с Артёмом уже съездим пока мы тут едем на лифте рома попросила заехать на авито нашла чайник думаю бог и его продают ну значит я говорю ты заедь забери он заехал забрал я говорю вам ты управила работает он говорит мне никогда было проверять я то есть ты его забрал не проверяю на это хорошо на работе проверю я его работает он когда даже выключается знаешь ведь оксана он засроты и огну ну ладно отмоем сейчас он него появился сижу думаю что делать с этим говном я вам покажу если у меня такое знаете такое ощущение что здесь принято продавать все грязное духовку покупала в убогом состоянии эту привезли кухню папе купили там просто вообще там можно просто инфаркт получить мне еще предстоит ее отмыть ну чайник чайник сейчас покажу не знаю чем я буду сейчас отмывать но чем-то его надо отмывать не знаю пока еще но я в шоке я был пик арбонат полностью залила с головой этот шедевр посмотрите та 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 нет но знаете один вопрос но им же кто-то пользовался ну а как как люди пили с него как как с него же как-то пили ну как полосами ну как 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 я вообще не понимаю я вообще не понимаю просто вообще не понимаю это беда какой-то мама моя жизнь но я конечно я бы в жизни его не купила я бы в жизни купил конечно там у меня заехал его забрал не ну заскатые как бы ну как бы понятие за сад и такое значит растяжимое понятие я бы сказала что это просто уже кусок говна просто ужас не знаю будем пробовать отмывать намазала я чайник саноксом маловероятно что он будет тут поможет как я погляжу и достала уже тяжелую артиллерию единственное что я думаю мне в этой я бы конечно в жизни покупала степь я увидела я бы его не взяла у меня торопился взял ну вот как отмывать им непонятно это чудо самое что интересное когда смотрела фотографии там были совсем другие фотографии другого чайника просто этой же модели и когда мне рома привез это был совсем другое я конечно было вообще в шоке а я глянула что недалеко от его работы я бы заедь забери вот это он забрал я значит его сначала нам мылила же саноксом потом дальше я уже взяла очень такое серьезное средство сливая эссенция это очень такое сильное средство которым я чищу швы в душевой кабине ванной она очень хорошо разъедает вот эту ржавчину и звездковый налет но мне капнула на кран и кран разъела поэтому я когда поняла что я уже отмыть не могу я решила доплевать просто-напросто нет его все равно тогда выброшу потому что ну нет смысла я не отмою так выброшу достала уже вот эти солевую эссенцию и начала я ватными палочками это все чистить там где горлышко я намочила ватный диск и в этой солевой до эссенции и поставила думала что металлу придет крындык потому что она очень сильная это эссенция но все-таки уборка такой хороший у них сталь ничего не произошло со сталью на мое удивление все осталось благополучно но я из парогенератора и с этой эссенцией чистила чистила и хочу еще сейчас есть а классное средство в фаберлике для полировки металла то есть чтобы металл блестел как новый и еще сейчас им на мажу ну что чайник я отмыла так вот он выглядит особо тяжело было вот здесь отмыть ведь даже металл уже видно значит что сейчас буду делать такое средство меня это паста для чистки металлических поверхностей деликатное очищение металла и она близ придет это фаберлик номер 30 058 что мы делаем такой крем белый и мы его выдавливаем и вот то что у нас не получилось отмыть мы с этим средством он тоже хорошо металлические поверхности отмывает особенно я вот здесь вот боялась чистить куда не попало смысле средства все нужно отметь там придам поставить ему час минуту примем все это потом смывается через пару минут смоем это все и вытрем сухой трапочкой работает это средство тоже салфетки вот эти тоже девчонки одноразовые с фаберлик вообще удобный в рулоне заказала я их второй раз очень классные салфетки так вот почистить до что-то где-то и выбросить либо я утка готовлю не на часто руки вытирать что не готовишь на без тестом помыл потом опять я вот таким салфетками все это делаю тоже удобно все друг мой ждем тебя средство решила капнуть ну давайте тоже сюда тебе добавим все будем теперь ожидать результат встала возле окна ну что было лучше видно вот так вот отмылся у меня чайник все здесь тоже вот это конечно здесь камень вот это уже коррозия уже все тут это тоже тяжеловато конечно было отмыть ну от мыла мне кажется неплохо напишите что вы считаете такой результат чайник наверное лет 20 не мыли он в шоке от того что он белый свет увидел потому что я когда начала чать и вот здесь начал проявляться металл металла не было видно бедный чайник у нас собака это малинуа многие спрашивают что за порода это малинуа и бельгийская овчарка порода это служебная и она должна работать на следу то есть уметь работать на следу рома заранее приходит без собаки то есть он ставит флажок там где начинается свет и протаптывает то есть он идет по какой-то траектории и собака должна уловить его след то есть где начался его след и должна пойти по следу далее она должна найти предмет который ну как бы оставлен да для нее который она должна найти у нас так как она только еще учится у нее вот эти вот бонусом какая-то вкусняха в конце и вот она должна пройти именно по следу где шоу рома чтобы найти тот предмет который она ищет так сказать и вот по следу видите вот так вот собака учит работать носом чтобы она анализировала и он старался выбрать такую местность а там где и машины ездят и люди ходят и разные высоты трава чтобы была разная сложность чтобы искала собака и не в трудных условиях она могла взять след и идти по следу ну вот такая вот потихонечку учиться они конечно во всем свои сложности для рома это первая собака который он готовит к соревнованиям вот так суперская малышка чемпионка всем привет сегодня пришел надо закрашивать шкаф вот осталось внутри лида прокрасить и все как бы ну сейчас тоже вопрос не такой вот смотрите сейчас покажу вот эти вот боковые части как буду прокрашивать пока думаю над этим как бы по кругу не очень хочется вот не знаю наверно все которые одинаковые ящички попробую поставить на ребро их и таким образом пока прокрасить чтобы не склеились вот сейчас по ходу буду смотреть как это все лучше сделать вот закрашивать краску не начну так начну 3 а 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 так как раз я все в пять рядов сынать полностью не стал потому что сегодня на работу мне и телефон нужен что он сядет что быстро ломатывается снимать вот так вот все у меня здесь получается финал так скажем вот единственный момент я думаю как вот эти вот части буду прокрашивать. Вот эта у меня комната номер один, так скажем. Здесь все дверки, которые потом будут открыть там сейчас. Вот получается комната номер два. Вот тоже на пятый вдоль все выкрасил. И вот комната номер три. Вот так это все выглядит. Как бы думаю соберу, когда его весь уже. Получается лаком же планировали крыть и помимо у нас получается дверки, как сказать, выкатные вот эти тумбы. У нее у нас будет здесь отдельно покрываться. И сейчас тоже получается вот эти вот подкладочки, которые видите подложены. Тоже по хорошему покрасить. Ну краска у меня уже снова закончилась. Надо будет ехать в магазин, покупать еще краску и получается ведь эпоксидной смолой же нам надо еще укрыть. Короче, его еще много, а времени нету совсем, надо торопиться. Вот сейчас подумаю, как эти боковушки прокрасить. Что-то думал, может их в один ряд поставить. Сейчас попробую, посмотрю, как получится. Так, как я думал, не получится, а дверки все равно. Короче, ерунда получится. Поэтому сейчас придумал, как это делать. Сейчас вам покажу. Мы приехали в Блероме, потому что... О, у нас такой же. Да? Да. Пойдем, такой же у нее краску приехали взять, у нас не хватило. Ой, пробукли что ли? Да, там дождь такой хороший. А, да. Тань, у тебя шнурки, смотри. Смотри, завяжи, пожалуйста. А, не умею. Не умеешь? Ну, давай я тебя завезу. Так, не умеешь. Все, у меня есть помощники, которые помогают мне катить. О, да? Мама, там собаки. Классненькие, да? Да. Из стекла сделанные, да, как будто из шаров. Или какие-то забавные. Я бы хотела себе такую. Да, здесь собаки какие. В золоте, красава интересная. Элочка, тебе привет. Слоник серенький есть. Тут еще золото есть. Угу. Какой цветочек, посмотри, дочь. Красивенький. В сером горшке. Все как доктор прописал. Видела? Угу. А? Мам, я так бы хотел бы такую собачку себе купить. Хотела бы такую собачку, да? Да. Зачем бы с ней ты сделал? Она же стеклянная. А? Что бы ты с ней делала? А там вон зеленухи, да? Смотри. Мама, это просто до красоты. Да, я понимаю. Вот видишь такие ветки, смотри. А я просто смотрела бы и все. До красоты. Да это прям целая собака. Да? Вон, ликвидация остатков. Беленька какая. Ваза продается. Видела? Смотри. Ну, я бы себе бы купила. Белая с золотом. Есть такая белая, черная. Вот у них такая ликвидация остатков. 1600. Такая вот ваза. Я? Не, не падаю. Интересная. Вот. Вот. Так. А мы идем... Ну, потом. Не сейчас, ладно? А здесь есть вот чисто стеклянные. Чисто стеклянные. Да, Тань? Мам, на этот раз отменикать эти игрушки. Да, пойдемте. Нам за краской с вами надо, Тань. Кто красит? Вот тебе вот это зачем? Это кто папе красит? Папе? Ну, папа вроде есть. Не трогай, не трогай уже, а то сейчас отругают нас с тобой. Ой, падает. Ну, да. Хватит падать. Да. Да. Рома мне спрашивает, Оксана, что внутреннюю стенку будем красить? Ну, которая, знаете, сзади идет. Но она сюда видно будет. Я говорю, да, ее надо будет тоже красить. Он говорит, ну, Тань, на нее не хватит. Пойдем, Тань. Я говорю, ну, давай сейчас быстро разгоняю. Куплю эту краску, чтобы она у тебя была. И вот мы сейчас приехали. Надеюсь, что она будет. Спросила бы, сколько? Он говорит, давай три штуки возьмем. Вот на всякий случай. На всякий случай. В прошлый раз. Сколько мы сначала взяли, по-моему, четыре. Потом приехали, взяли пять. И вот сейчас еще мы три возьмем. Вот. Расход такой приличненький идет. Но мы делаем на пять слоев, потому что у нас темный. А его на перекрытие это тоже такой трудоемкий путь. И уже пойдет нам потом этим. Смолой мы с одной стороны хотим, а с другой стороны лаком. Таня мне помогла. Взяли мы. Петенки, вот такую краску мы берем. Вот. Вот. Пойдем. Все? На кассу поехали? Поехали на кассу. Поехали. Веда, поехали на кассу. А мама сказала. Все? Там дождь такой сильный. Давай, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Таня, Таня. Пусть идем назад, дочь. Холст? Это ж не холст, это рамка была. Куда подошла глянуть? По контейнерам. Уганайзер для холодильника. Интересно такой. Зачем интересно? Такой. Ну, понятно. Таня, дочь. О! Таня! Кстати, вот такой контейнер удобный очень. Вот этот вот он есть. Смотри, видишь? Не такой глубокий, но вот такой. Удобненько. Прям советую вам, да? Пойдем, Таня. Мы сейчас в Галамарт еще с тобой заедем, там посмотрим. Да, Лидусь? А здесь нам с тобой больше ничего не интересно. Ну да, и мне. И тебе больше ничего вообще интересного нет, да? Угу. Так, смотришь, думаешь, вообще ничего интересного. Пока вам такие крутые. Ну, я же тебе сразу говорила, что это будет не очень интересный магазин, когда вы просили со мной. Это слайд, это слайд. Думали, что если мама едет, то это куда-то интересно мама едет. Но не за просто краски. Не, я еще хочу заехать в Галамар. Там вроде как у них акция идет. Хочу посмотреть. Ничего себе слайд. Там есть эти стеклянные контейнеры, литровые. Мне штанюшка разбила. Ну, мне вообще удобно в них, знаете, с ними работать. Илья, пойдем сюда. Сейчас вон одна касса свободна. Пойдем туда. Я пока. Так. Давай. Доставай, Лидусь, краску. Там, наверное, одну давай достань, а мы пробиком поставим три штуки. Пам-пам. Так, подожди. Ну-ка, начать. Последняя штучка. Начать покупку. Последняя штучка. Просканируйте. Да. Оп, давайте к другой. Я положила все краски. Так. И... Подожди, а где у него штрих-код? Вот он. Оп, все. Вот у нас с тобой получилось, видишь, на 1600 пакет, сумка. Давай, наверное, большой пакет возьмем. Вот такой за 6,50. Продолжить. Так. По номеру телефона, да? Ну вот. Сейчас я открыл. Мы купили. И пошли назад. Выходи. Ну да, это где мы и пришли. Пошли, пошли. Интересно, там дождь-то закончился, то все промокли. Ну, вроде не такой сильный, как был. Таня, не выходи туда. Давай мы здесь пройдем. Так. Вон тебе пешеходный. Пойдем на пешеходный. Таня, иди сюда. Да. Смотри, там лужи. Ладно, вы старайтесь обходить их. Лит, у тебя шнурки. Да, ты сейчас так допрыгаешься, упасть можно, Таня. Дождик и не стали строительством заниматься. У нас, как в ноябрьске, знаете, может дождь как же зарядить и в три месяца идти, не переставая. Не делай тут лужи, дочь. Прыгаешь. Давай тихонечко. Ой-ой, скакунья. Приехали. Сейчас заходим. Она говорит, Лида, Лида, ты помнишь, мы же здесь были. А как мне вот такие стульчики нравятся. Вот тут еще второй этаж. Вот я вот такие. Точно. На кухню. Лида, осторожно, там вот. План поставила на следующий год. А в этом году, ну, вряд ли уже получится, они дорогие. План поставила на туалет. Там много туалетов. План поставил в туалет. Это мой туалет. Можно, говорит, в туалет ее вылететь. Пойди. Пойдем, Таня, красотка. Сейчас я тут все руки помою. Таня говорит, у тебя опять шнурок развязался. Я считаю, что он вытянулся, один длинный, другой короткий. Она говорит, ну, это же все Амида. Нет. Ну, так-то, конечно. Кто бы еще мог? Она же нашла до мальчиков туалет. Тут еще и до маля мальчиков есть? Да. А, это хорошо. Вот до мальчиков. Здесь просто написано для... Тут написано мальчиков. Мальчики написано, да? Ага, а здесь для леди, да? Да, тут для девочек. Как-то поинтереснее, да, они придумали? Да. Можно уже написать, да, девочек? Да. Для мальчиков, да, можно написать? Да, мальчиков. Вот, все, видуся вышла. Пойдем. Они нарисовали на двоях и написали. Но это уже понятно, что да. Ну, понятно, понятно. Пошлите, нам что, в аптеку надо будет заглянуть? Зайти. Я, знаете, раньше не так хотелось побывать в магазине подружка, что-то о ней так много блогеров говорила. Не все так хотелось побывать в этом магазине. И сейчас здесь открыли его. Думаю, ладно, что, зайду. Ну, не знаю, вот. 500 рублей. Мама. Я, конечно, дешевле заказываю с маркетплейсов. Вот. Ну, мне остальное, я даже не знаю, чтобы мне что-то такое подошло. У меня еще такая, знаете, кожа очень капризная. Мама, я хочу вот это. Да, да, поставь, пожалуйста, вот это. Поставь вот это. Так, пойдем. Ну, вы знаешь, что с тобой можно было бы взять для расчесывания? Тань. Что? Что у нее есть? А за левик. Я раньше помню, мне вот этот нравился. Блин, по 100 рублей он был, девчонки. По 100. Сейчас уже 300. Вот так вот цены растут. Кто вы представляете? Тут такая вот мицеллярка есть. А ты тоже когда-то думала? За 300 рублей. Я думаю, что такую взять, чем 500, переплачивать. Ну, знаете, тоже. А вот как дойдет. Тонизирует сейчас. 200 рублей. Разница в цене. Вот так вот. А красоточка уже нашла, нашла. И девочек. Да, Тань? Ты уже нашла, да? Все, пойдем, пойдем на кассу. Тюшка, я вот это думала взять, не хочу. Вот давайте вот это возьму. А? Хорошая? Нет. Нет, не надо. Какая красивая. Нет. Нет пока. Да, я смотрю. Как 409. Нет, не поближе, как смотри. Да я ближе. Я просто поближе. А это тоже? А это сколько стоит? Да, мне даже. Да. Ты тоже. Да, ты стоишь только. Я смотрю. Ну, давайте твои. Я долго и смотрю. Ну, ничего, давайте ту. Ну, карты заводить не хочу. Космечки. Татьяна, иди сюда. А то тут пока мы будем карты заводить, тут что-нибудь, кто-нибудь, блондинец. Один, два. Так, ага. Все? Нет, спасибо большое. Вам так же. Татьяна. Татьяна. Ты ничего не взяла? Нет. Все, пойдем. Вот. Ну, все-таки вот такой взяла, потому что тот только с карты. У меня карты нет, а с девчонками заводить я говорю. Нет, не до того. Вот она, красотка. Пошли. Меня все так манит. Да, да, да. Пойдем на экскалаторе кататься. Тань, пойдем на экскалаторе кататься. Давай руку. Я тут. Сама сможешь? Ааа. Спарат. А я же тебе говорю, я тебе давай помогу. А ты мчишься куда-то. Я бы спарат еще чуть-чуть. Чуть-чуть на спарат не села? Да, я бы еще чуть-чуть. Ну вот, видишь как. Мам, я бы еще чуть-чуть бы еще на спарат. Угу. Ну, видишь, как мы с тобой едем. Да, за ней надо идти. Так, давай маме руку. Приходим. Оп, все, молодечек. Все, нам теперь голомарно. Татьяна. Татьяна, нам с тобой сюда. Мам, я бы хотела бы туда. Пойдем, пойдем, пойдем. Татьяна, сейчас там уже времени мало будет. В целом разговаривали насчет, она говорит, здесь есть акции. Но я вот не знаю. А не знаете, интересно, по всей России действует или нет? Если по всей, то тогда было бы хорошо. Татьяна, ты там что увидела? Тань. Я здесь. Ты здесь? Татьяна. Мама, тут есть игра уборочков. Мама, это дочь, это просто мусор. Пойдем. Потом будет валяться. Это нам будет убирать. Тебе же самой. Я буду сама убирать. Так я знаю, как ты ее уберешь. Поэтому не покупаем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Вот бы тебе что-нибудь, да, Тань? Мам, меня еще так манят. Понятное дело. Такие вот есть разные контейнеры. Это нам, собственно, как бы уборки, да? За 429. Что-то какие-то мощь срисовать. Я понес убираться. Резины живые. И вот, да, вот эта акция, то, что второй за 1 рубль. И я сказала, говорит, за ней там эта акция. Ну вот. Вот такие девчонки дешевле. Можно купить. 179. На маркетплейсах дешевле можно взять. Ладно, нам надо стеклянно дойти. До стеклянно дойти. У меня же дома чугунная сковородка. Я же от нее просто вообще балдею. Я ее даже упаковала с собой взять. Я не знаю, каким чудом она не приехала сюда. Я не пойму. То ли ее Анюта выложила. Потому что она ее тоже очень любит. Она будет спросить. Они почему-то, знаете, когда их вот так смотришь, а их не видно. А, вот она, красотка стоит. 2 500. Вот она. Вообще, потрясающая сковородка. Вот прям потрясающая. Вот эта сковорода. Вот. Ты меня одну. Знаете, со мной пойдем. Все, возьмем эту кастрюлю. Я... Ой, без нее, как без рук. Очень ее не хватает. И второй. За один рубль. Но второго нет. Мы специально не выставили. Вот. Второй товар. Вот интересно, у них как действует. Это два одинаковых товара надо взять. Интересно узнать. Ты все, говоришь, положи, положи. Нашла же я сковородку чугунную такую. И я вот все думала, стеклянные взяла и дедушки. Думаю, надо им тоже будет на кухню поставить сковороду. Думаю, глубокую брать, неглубокую. Думаю, ну такая, знаете, пригодится всегда. Такая глубокая сковорода. Какая красивая посуда. Жалко только и нельзя мыть посудомойки. Но красивая. Мне очень нравится. Девчонки, как вам? Не знаю, нравится. Хотя вот не любитель такого что-то. Но мне нравится. Вот это нет. А вот это мне нравится. Прям такая она какая-то нежная-нижная. Видите, какая креденькая. Там уже Таня что-то смотрит. Вот. Мы вообще приехали сюда за вот этими контейнерами. Мы сюда приехали. Посмотрите, какой тут есть набор. Прикольный. Вообще такой забавничный. Для запекания. Такой. Едет степет. Короче, мы взяли две сковородки. Я сначала взяла две чугунные. Вот дом, как у меня есть, моя любимая. Мне же Анюта не дала ее забрать. Мама говорит, я так тоже люблю. И я ей не знаю. То ли. Но я ее планировала забрать. Я говорю, Анюта, я не знаю, как я без нее буду. Я хотела взять такие две сковородки. Значит, одну себе, одну папе. Потом думаю. Нет, надо позвонить все-таки Тоне, хозяйке. Да? Которая будет готовить. У нее уточнить. Она такая, О, Оксану, нам такие большие не нужны. Я такая, я одна маленькая даже не смотрю. Она говорит, нам. Вот. Я говорю, там что-то 28 было. Она говорит, ой, я 28 тонн раз много. Я говорю, 26. О, это много. Ну, кричит 24 взяли. Диаметры. О, говорит, вот это вот, да. А я их даже не вижу. То есть они мне такие маленькие даже не нужны. А вот как. Ну, хорошо, что позвонила. Взяла им. Зато то, что действительно им будет надо. Единственное, что вот крышку я не взяла. Ну, крышку потом уже и сами возьму, да, ведь? Это уж не такое. Я просто хочу, чтобы у них не было так, как у нас, когда ты живешь на коробках, и надо, чтобы что-то приготовить, куда-то мчаться, куда-то бежать. И, не знаю, заказали папе еще холодильник. Должны были сегодня его привезти. Нету. Так и не позвонили, не доставили. Что-то, короче, как-то, видно, не сложилось у них. Так, с заставкой Таня уже сама, то боится уже потихонечку. Таня, Таня, не надо их. Стой, стой. Куда ты помчалась? Такая она смелая. Аккуратненько. Не на никуда торопиться. Вернулись эти взять. Вот. Стеклянные. Такие. Ультровые. Вышли мы из Галамарта. Девчонки говорят, ой, мама, сфоткай меня здесь. Я говорю, ну, пойдем, сфоткаю вас. Правда, у меня пакеты такие тяжеленные. Тяжеленные пакеты. Вот. Сейчас, дочь, подожди. Он колокольный. Ну, колокольный звон, да, какой? Да. Все, дочь, ты молодец. Ли, да. А ты что, не идешь фоткаться? Не хочешь? А что, пойдем сфоткаемся? Не хочешь? Ну все, Танюш, пойдем, дочь. Ты сейчас уже разнесешь эту всю систему. Можно быстренько сфоткаться? Да, я тебя сфоткала уже. Пойдем. Хорошо. Пойдем. Аккуратненько сползай оттуда. Оп, молодец. Я плане спустилась. И пойдем потихонечку. Сейчас, давай, я, наверное, две руки возьму. Точно тут были? Следующий у нас магазин. Так. Слушай, а у нас... А, у нас 110 рублей нет. А, у меня, по-моему, на брелке есть. Ха-ха-ха. А у меня есть на брелке. Что-то там колес такие. А, они прям без 10 рублей можно брать. Вот это нам повезло, дочь. Все, ты взяла? Да. И ты молодец. Таня уже положила сладкую вату. Говорит, она ей нужна. Нам с вами найти надо сыр сливочный для роллов. Я хочу... Пообещала я им, что им сделаю роллы. Но мне надо будет найти рис. Найти взять огурцов. Главное, чтобы... Рис, огурцы и... Как он? Сливочный сыр. И мне кажется, что я его видела. Когда я смотрела по доставке, знаете, вот, чтобы доставку сделать. Вот телеска. И покачили. Едем, едем. Маме. Рома с лета делает с собакой. И вот, не знаю, такой взяла. Ну, посмотрим каждый день. Если зайдет, как бы 22 рубля, нормально. Я за эту цену ничего не делал. Нельзя. Что? За эту цену нельзя купить. Цену эту? Да. Ну, давай там возьмем лучше газировку у нас. Я их просто не дотащу. Здесь взяла помидорки. Как они? На фе как-то фирмы называются. А то все взяла. Тань, может, что-то... Ну, как ты? На вам этой одной мало будет. Бутылки. Тань. Газировки. Это там надо покупать. Значит, позвоните Артему. И чтобы они сходили, купили. Взяла вот такой вот сыр. Маздам. Кусочек. Не знаю. Прям белый. Мне понравилось, что он без красителей. Он вот сыр вот такой на самом деле. Видите? Белый. Потом вот для рулов. Я не нашла ничего. Взяла вот такой вот сыр. И вот такой сыр. Творожный. Так. И что? Крабовые палочки давайте? И папа говорит, сделай мне роллы с колбаской. Я говорю, ром с колбаской хочет муж мой. Он говорит, с колбаской это же так вкусно было. Я говорю, да? Да, Тань? Да. Что-то он какую-то вот такую колбасу купил чертизовую. Она ему не зашла. И теперь я не знаю, какую ему брать. Мне вообще надо сервелат найти бы. А это, наверное, не сервелат. По всей видимости, как я подвижу. Но это не та колбаса. Нам надо сервелат. Что, папа может взять финский? Папа мой, папа мой. Что интересно, какую цену? Непонятно. Сервелат, финский, 810 рублей. Что-то 800 рублей будет, да? Получается палочка. Что-то дороговато как-то. По мне так. Мам, если еще пойти, там такая же колбаска. Сервелат финский, что-нибудь сейчас посмотрим. Дочь. Тут еще одна такая же колбаска есть. Любой магнит. Папа может. Да, дочь, не трогай, не трогай его. Таня, Таня, аккуратно. Смотри, тут этот вот работает. Он видел, покатил. Я же боялась выходить. Так, а сервелат? А, вот еще какой-то сервелат. Элит, у тебя развязался шнурок, дочь? Что-то они все, да? По 900 рублей килограмм. Ты, наверное, давно не покупала ее. А вот какой-то сервелат финский. Или какой он, гражданский. Тань, Тань, Тань. 700 грамм, 400 рублей. Ну, короче, что на то и выйдет, мне кажется. Что гражданский, варенокопченая. Вот куда она мне варенокопченая, если у колбаса. Колбаса у нее. Не, колбаску. Еще, еще. Пару у нее есть. Вот, молоко. Мне надо маленько. Чтобы знать, на себя. Молоко. Молоко. Вот не могу понять, зачем она открыла холодильник. Тань, закрой холодильник. Тань, мы ничего не будем тортики покупать. Таня, закрой холодильник. Да там нет мороженого, там же тортики. Там тортики. Я купила творога вместо тортика. По цене одно и то же будет. Газировку сейчас Артем купит, дочь. Понимаешь? Ну все, мы уже вышли из магазина. Сейчас посчитаются. И Таня хочет туда, где игрушки. И будем грузиться. Что? Таня хочет туда, где игрушки. Да, Таня, она видела. Они уже закрылись, дочь. Выгодно как прийти вот так вот, что эти уже закрыты. Все, вышли мы. Три пакета у нас получилось. Да, дочь? Как хорошо, что все магазины закрыты, а? Как мне нравится это вот так ходить. С Таней, с тобой. Да, Тань? Ну вот, а мы пока это приехали. Пока папу на работу собрали. Я говорю, сейчас быстро съездим. В Галамарк мы поехали. Вот. Так, все. Попросил телегу, я говорю, сейчас привезу. Да, болеть же не смогу. Сейчас бы еще машину загрузить. Бабочка там. Бабочка там. Дочь, только не бегай. Таня, стой. Таня, стой. Стой. Давай, не беги никуда. Таня. Таня, стой, пожалуйста. Ты видишь здесь, как быстро машины катятся? Оп-оп. А, видишь, у нас с тобой уже покупок тут. Ох, вот это не поднять прям не могу. Ох, глянь, как тяжело. Ну все, кое-как загрузились. Сейчас надо будет к подъезду подъехать. Так, Таня, села? Да. Все. Лид, иди садись с той стороны. А я пока и корзинку отвезу. Таня, ты отстегнулась, что ли, сама? Давай. А вот этот тяжелый, да? Оп, давай отстегнусь. Давай, вынай. Давай там вот это дам. Нет, вот этот не надо. Давай потомка лифт сделают. Поехали, а в этом, говорит, лифт не работает. Давай, дочь, спускайся. Лифт не работает. Давайте только продукты заберем. Вот это продукты? Это краска. Зачем ты это дал? Нам голомар тоже не бери, пускай лежит. Потом лифт будет, работу заберем. Вот у нас вот Ашан, который пакет из серии. Все? Да. Давай разложим их всем по чуть-чуть. Там вот этот пакет самый тяжелый, Артем. Я уже понял. Я его еле загрузила. Надюша, пакет раскрывай. У нее уже... Блин, тяжело тебе будет. Надо у Нади это... Расфасовать. Надюша, ставь его, ставь. Не держи, не держи. Сейчас у тебя уберем. И лучше в две руки, чтобы было. Тут у меня два пакета. И всем по чуть-чуть положили. Девчонкам у Лиды помидорки. У Тани огурцы. Все по чуть-чуть и по чуть-чуть поднимемся. Я говорю, в Целманское сейчас на 10 этаж. Ой, я со своей спиной не знаю, как буду подниматься. Газировку взяли. Три бутылки. Вон они. Ты крышечку собралась наливать? Таня, вообще ничем хорошим не закончится. Вот это наверху. Давай, это курица. И она будет сейчас от костей убраться. Она вареная. Угу. Ну, это к овощам сейчас положим. Давай там это... Просто, чтобы нам сейчас сделать организацию холодильника. Все, давайте достанем. И по новой организации. Ну, кетчуп это не надо доставать. Он там и будет стоять. Он никуда не переедет. А там вот сейчас это все поорганизовываю. Не надо там дочь ставить на этой, на столешнице. Это простокваша. Простокваша. Из нее оладушки надо сделать. Из нее оладушки. Может, сейчас быстрее сделать, чтобы быстро это было. Сделаю. Продолжение следует... Сделаю.